Как я говорю обычно, когда мне задал один человек, который тоже русский, мы как-то разговаривали, он говорит, как ты можешь воевать, убивать своих. Я говорю, я своих никого не убиваю. Я убиваю бандитов, которые пришли на нашу землю, которые пытаются беспредельничать, что-то у меня забрать, кого-то побить. Так образно будем говорить. Поэтому я встал на защиту. Защиту своего дома, защиту своей семьи, защиту своих друзей, защиту просто элементарно людей, с которыми рядом я живу. Мы все, каждый человек, который находится тут, выполняет свою боевую задачу. И так же самое наши ребята-штурмовики, которые тебя долго поддерживают, максимально поддерживают. Все у нас ребята, которые воюют, это герои. Ну, скажу честно, потому что приходить всякое можно. И страшно, и все, но ребята идут, как бы там ни было. У нас крупнокрупный метод 12,7. Это, в принципе, довольно серьезный станочек, который и против живой силы, и против легкой бронированной техники. О чем хитрость? Выехал внезапно, отстрелял, отработал и убежал быстренько для того, чтобы они тебя даже поймать не успели. Ну, я думаю, что активная фаза все-таки, мое мнение, ну, максимум это будет до февраля. Максимум. Закончится активная фаза, то есть война еще будет продолжаться, потому что у них ракеты дальнего действия. И тут, как ни кричи, они все равно будут это применять. Потому что я также убедился, что в той стране, в которой я родился, до такой степени ведут подлую войну. То есть именно подло. Они не умеют воевать, они не умеют выходить именно на поле боя, действительно проводить какие-то спецоперации. Если ты проиграл, это воспринимает, что ты проиграл. Если ты выиграл, значит и выиграл. Они начинают бить по самым слабым местам у этой шквы, это по нашему мирному населению. Вот. Поэтому, конечно, хотелось бы быстрее их выдолбить, чтобы люди хоть немножко, хоть как-то, хоть как-то уже успокоились. Субтитры сделал DimaTorzok